Как вы знаете, я читал курсы по теории и практике пропаганды, анализировал то, как подается мышление, то, как граждане подталкиваются или принуждаются к определенным позициям, взглядам. В этом кратком разговоре я хотел бы показать, как создаются клише и определенные объяснения, и как они усваиваются, скажем так, массовым сознанием. Первый шаг. Группы влияния, отчасти это лидеры мнений, блогеры, это политики, отчасти и высокопоставленные политики, которым пишутся тексты, но часто это околополитическое пространство, назовем это блогерским пространством или информационным пространством. Эти группы влияния создают клишированные обороты, стереотипы. Для маркировки свой-чужой. Клише должны быть краткими, хлесткими, удобными для быстрого усваивания. Это что-то напоминает растворимый кофе или таблетку, которую бросают в воду и она тут же растворяется в воде. Вот такая шипучка. Поэтому эти клише, эти стереотипы быстро вбрасываются, они придумываются для быстрого усвоения и растворения в сознании рецепиентов. Клише могут принимать различную форму. Они могут предлагаться в разных жанрах. Это может быть ирония, высмеивание, дискредитация, обесценивание. А может быть жесткий жанр поучений, выменения в обязанность, требования, обращение к долгу, апелляция к долгу, к тому, что настоящий гражданин не может думать раз-два-три, настоящий патриот не может считать раз-два-три. Это то, что называется нормированием, принуждением мыслить именно так, а не так. Сейчас, как и обещали, о религиозной секте, где под заботой о людях прятали экстремизм. Иван Прозоров ознакомился с материалами уголовного дела. У него же кадры оперативной съемки. В соседних регионах прошли обыски у представителей радикальных религиозных организаций, которые оказывали колоссальное влияние, формировали и навязывали своим слушателям нужные Западу идеи. Проповеди пастора, как установили следователи, сплошь состояли из методичек, созданных американскими кураторами. Финансирование, по некоторым данным, оценивается в 800 миллионов долларов. Обыски прошли в квартире рупора русофобской пропаганды Юрия Сипко и его последователя. За распространение фейков о действиях наших военных Следственный комитет завел уголовное дело против псевдорелигиозного деятеля Юрия Сипко. Это бывший глава евангельских христиан-баптистов. Он в свое время горячо поддержал Киевский Майдан, а потом и действия боевиков в Донбассе. Неистовый служитель культа активно ввел проповеди в интернете, а так называемые приходы представляли собой, по сути, экстремистские ячейки. Кто ими управлял, разбирался Иван Прозоров. Левитнические наветы. И они спокойно, вот так вот глядя в эту камеру, ржет точно так же, как кушает хлеб.